Вопросы развития молочного животноводства и создания оптово-распределительных центров обсудили глава региона Евгений Куевышев с участниками заседания правительства Свердловской области. По словам главы региона, молочное животноводство является одним из ключевых направлений в агропромышленном комплексе Среднего Урала. Сегодня область входит в десятку лучших регионов России по объему производства молока. Занимает первое место в Уральском федеральном округе по данному показателю. Объемы производства молока неуклонно растут. За пять месяцев текущего года в хозяйствах всех категорий произведено более 286 тысяч тонн молока. Рост почти на 6%. Как пояснил министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев, в период с 2011 по 2016 год объем государственной поддержки молочного животноводства составил более 1,1 миллиарда рублей. В целом объем инвестиций в эту отрасль превысил 5,8 миллиарда рублей. В 2016 году инвестиции сельхозтоваропроизводителей в строительство и модернизацию объектов молочного животноводства составили более 604 миллионов рублей. Из областного бюджета предоставлено свыше 222 миллионов субсидий на возмещение части затрат на создание и модернизацию молочных ферм. За 10 лет в эксплуатацию введено 102 объекта молочного животноводства. Из них в прошлом году завершены работы по строительству и модернизации 22 объектов почти на 4000 скотомест, что позволило перевести одну треть поголовья дойного стада на новые места и технологии содержания. Кроме того, с 2012 года в области реализуются мероприятия по поддержке развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств за счет средств федерального и областного бюджетов. Общая сумма предоставленных грантов составила 189 миллионов рублей. В 2017 году по итогам проведенного конкурса определено 6 фермерских хозяйств. Общая сумма грантов составит более 40 миллионов рублей. В ближайшие 4 года планируется построить, реконструировать, модернизировать более 60 объектов молочного животноводства. Нельзя снижать темпы, чтобы количество скотомест превысило в данных строительствах более 10 тысяч. Лидер региона также обсудил с участниками заседания строительства современных овощехранилищ и оптово-распределительного центра по круглогодичному хранению и реализации сельскохозяйственной продукции. Особое внимание региональных властей к развитию агропромышленного сектора дает серьезную надежду, что и на территории Артемовского городского округа, имеющего большой потенциал в этой сфере, вновь появится сильное хозяйство, будет налажено основательное мясомолочное производство, а поля вместо кустов и сорняков будут засеяны овощами и злаками.